13 киноанализ Маскерад это 2023 года переделка теперь уже Лермонтова. Раз вот по истории идет классика, я поэтому в киноанализе тоже переделки классики часто тут вставляю. Но получилась психологическая драма, наверное. У Лермонтова в общем-то откровенный романтизм, он за рамки романтизма никогда и не выходил и в этом плане довольно пустой. В общем-то произведение довольно бессмысленное, чисто романтический герой, корчится там что-то и вот все. Стихи тоже в общем посредственные, стихи там присутствуют в этой переделке, то есть Маскерад я опять ознакомился со всем почти текстом. Ну начинается так, неплохая там заставка с рок-инструментами, там весь фильм звучат рок-песни по стихотворениям Лермонтова. Вот в данном случае Арбенин и Нина это на самом деле, но пока не ясно кто такие. Вот они исполняют, значит, рок-песню некую по Лермонтову. Вот затем секс к героине непонятно тоже с кем на фоне этой музыки, но на самом деле с Арбенином. Пока, короче, героев нету, ввели просто вот эту песню и все. Ну вот затем начинают представлять, идет экспозиция Лермонтовская, Арбенин знакомится со Штрихом, которого играет полиция Мака. Потом князь Звездич проиграл в карты, Арбенин парит ему мозг, предлагает снова играть. Садится играть вместо Звездича, идет игра и параллельно Арбенин все время у него какие-то вот флэшбеки. То ли он, походу он вспоминает, как лежал на психе, то ли кто-то другой лежал на психе, то ли этот вот, который потом будет его второе, типа я, то ли оно лежало на психе. Ну так или иначе, короче, под флэшбеки про психбольницу отыгрывает деньги Арбенин и дает их Звездичу. При этом строит из себя, значит, мачо, романтического героя, прямо по Лермонтову, ни в чем и никому, я не был в жизни обязан и так далее. Тем временем Казарин, который, значит, мерзавца играет, тоже романтического, предлагает Звездичу предать Арбенина, жена Арбенина с собой не дурна, ну и, видимо, влюблена во Звездича, говорит Казарин. Входят две девушки, которые одевают маски. Значит, вот они две девушки, ну на самом деле одна, значит, герцогиня, а вторая, насколько я понимаю, Нина, да? Общий танец в масках, Арбенин и Звездич тоже в масках, затем Звездич ухаживает за какой-то женщиной в маске, практически прямо ее лапает, и параллельно Арбенин требует снять маску у какого-то мужика. Маска там ему говорит, прощайте же, но берегитесь, несчастье с вами будет в эту ночь. Тем временем, женская маска парит мозг с Звездичью, они открыто лапаются там и потом ебутся в масках. Короче, Звездич кого-то трахнул на маскараде. Шприх с Арбениным ругаются, и тот решил подстроить супружескую измену и отомстить Арбенину, правда, потом там этот шприх, особенно так как у него текста нет, и в чем там его интрига, не совсем понятно. То ли шприх он, то ли штрих. Штрих, по-моему. Ну ладно, короче, Звездич хочет сорвать с этой женщины, которую он трахнул маску, она отказывает ему и хочет остаться неизвестным. Потом опять вставка вокальная, мужики бьются на шпагах, а женщины поют какую-то сексуальную песню по Лермонту. Потом Арбенин кого-то убивает на дуэли, и тут флэшбэки Арбенина, он кому-то подложил наркотики, Егор Тропилин сошел с ума. Тексты, короче, не Лермонтовские, текста поэтому нет, ну то есть у Лермонтов этих флэшбэков нет, они снимают тем, как по Лермонтову. Поэтому во всей этой истории какой-то параллельной нет текста, показывают какие-то вот сюжеты, не совсем понятно, что тут к чему. В общем, какие-то вот мерзости, видимо, Арбенин когда-то совершал, вот и все, что из этого можно вывести. Потом Арбенин дома, ну вот как я понял, он предал своего друга, и теперь он ему мерещится. Вот продолжаются вот эти картины, походу Егор Тропилин это его друг, значит, его кто-то там избивает, и Арбенина мучает совесть. Вот. Приходит Нина, при этом раздевается до гола, в общем, Арбенин там живет в полной роскоши, Нина прыгает в бассейн голая, ну и Нину там вообще показывают постоянно предельно сексуальный, конечно. Нина беседует с Арбенином, и судя по прическе, она вообще не та, что трахалась на маскараде, короче. Короче, Нина точно невиновна, сразу видно, что там с другой прической была женщина. Идет объяснение некое на фоне роскошного особняка на море, вот он Арбенин, вот он Нина на фотографии. Значит, он ее ревнует, не видит браслета на руке Нины и спрашивает, где она его потеряла. Это что-то там Лермонтов из отелла Шекспира воткнул. Потом Нина признается ему, что была на маскараде и, видимо, потеряла. Идет ревность. Этот, короче, Арбенин убежден, что Нина там с кем-то на маскараде трахалась. Нина говорит, что она невиновна, Арбенин хочет мести. Далее Звездич сидит в каком-то кафе, Нина идет в магазин драгоценностей и он смотрит на Нину влюбленными глазами. То есть Звездич думает, что он трахнул Нину на маскараде. Затем Баронесса, вторая, там их две, короче, Нина и Баронесса, вот две женщины. Баронесса в какой-то постмодернистской галерее произносит феминистский монолог про угнетение женщин, частично взятый из Лермонтова. Что женщины ее от юности самой в продажу выгодам как жертву убирают, винят в любви к себе одной, любить других не позволяют. Звездич с Ниной беседует о потерянном браслете и параллельно Баронесса объясняется со шприхом. Ну вот, сцена, значит, Звездич справа преследует Нину слева. Звездич предлагает вернуть ей браслет, у него типа браслет, просит вознаграждение, но имеется в виду, видимо, секс. Она на него сердится и уходит. Звездич клянется своей цели достигнуть и Нину трахнуть. Нина прощается со своей подругой Баронессой, а потом объяснение Баронессы со Звездичем. Значит, на самом деле он трахал Баронессу. Вот по прическе мы узнаем, что там было, значит. Звездич трахал на маскараде Баронессу, но думает, что Нину. А Баронесса любит Звездича, судя по взгляду. Такая вот история. Затем Баронесса с Ниной, у них такой девичник типа, танцуют посреди картин и поют из Лермонтова и скучно и грустно, и некому руку подать. Потом Казарин со Шприхом и Казарин, это такой, короче, там мерзавец такой Казарин, предлагает Шприху снова втянуть Арбенина в игру в карты, в шулерство и так далее. И Шприх после этого распускает слухи, что жена Арбенина изменяет ему со Звездичем. Вот роль, видимо, Шприха в интриге. Затем Казарин приходит к Арбенину и произносит всякие там циничные речи, отвратительно кривляясь и корча всяческие рожи. При этом Арбенин ругает женщин, что женщины все мерзавкие, и внезапно в приступе истерики ругается также с Казариным, сидит у камина и романтически бросает карты в огонь. Вот романтика пошла, значит сидит у камина в богатом всяком таком поместье и бросает в огонь карты, все ревнует и всех ненавидит. Потом опять, короче, у Баронессы какие-то кошмары, ей мерещится какая-то бабка, которая ее душит. Короче, там параллельно у всех еще кошмар. К Лермонтовскому сюжету добавили видеоряд какой-то сюрреалистический, про то, что всем постоянно являются какие-то ужасы, то ли из прошлого, то ли из будущего, то ли вообще какие-то мистические. Затем, значит, показан Шприх, мимо которого многозначительно катится Шарик, а потом к нему тоже тянется рука какого-то трупа, прям со всех сторон какие-то трупы. Тянутся к Шприху, по ювелирному магазину бегает мертвая плачущая девочка, в общем, осовременили. Короче, тухлую романтику Лермонтова сочли недостаточные, к ней добавили тухлые мистики из фильмов 21 века про всяких мертвых девочек, там, замогильные всякие голоса и так далее. В принципе, и то, и то вапса вообще лютая. Поэтому удачно Лермонтова дополнили. Ну вот, значит, Арбенин замыслил коварную месть. Звездич у себя во дворце стреляет из револьвера по бутылкам, к нему приходит влюбленная баронесса, которая признается, что это она была на валу, что у них был секс и просит отдать браслет Нине. А у Звездича каким-то образом браслет Нины я не понял каким. Затем Звездичи опять в виде рок-музыканта поет стихотворение Лермонтова о любви к Нине. Вот за счет этих рок-вставок они вставили еще в значительной степени лирику Лермонтова туда, которой нет в маскараде. То есть идет в основном маскарад, но за счет вставок, песенных, еще другая всякая лирика Лермонтова. Вот, затем, значит, злой Арбенин, который хочет отомстить, играет в карты со Звездичем и Казариным, при этом обвиняет Звездича в шульстве. Звездич вызывает его на дуэль, Арбенин отказывается, Звездич обещает его убить, и опять в каком-то мистическом пространстве они переносятся и там продолжают свое объяснение. Затем Звездич с Ниной встречается, где он ее предупреждает, что ее муж злодей, и устроит Нине беду, отдает Нине браслет. Затем Нина в образе ангела поет с Арбенином стихотворение Лермонтова, когда печаль слезой невольной промчится по глазам твоим. Потом финальное объяснение Арбенина с Ниной, где Арбенин произносит всякие романтические фразы, типа «Ты права? Что такое жизнь? Жизнь – вещь пустая». Значит, Нина вроде якобы умирает, просит послать за доктором, Арбенин отказывается, она все долго-долго умирает, он говорит ей, что отравил ее, и осталось жить полчаса. И продолжает ей, значит, ревнивую сцену устраивать этот Арбенин романтический, на самом деле полная какая-то истеричка, произносит ряд речей за то, что «За что тебя любить?», «За то ли, что целый ад мне в грудь ты бросила?» и все такое. Нина показывает ему браслет, говорит, что Арбенин был обманут, вот браслет, тот, значит, не верит. Нина обещает кару божию Арбенину, тот злодейский говорит «Ты умрешь, ты предала мою любовь» и все такое. Это долго продолжается эта сцена, минут так 20. Ну и Нина не верит, что Арбенин ее отравил. Арбенин опять поет пафосную вставочную песню, затем приходит некий неизвестный, с которым вообще непонятно. Этот неизвестный, значит, вот такой вот наглый, и говорит ему «Семь лет тому назад ты узнавал меня, Арбенин, я был молод, неопытен и пылок и богат, но ты в твоей груди уж крылся этот холод, то адское презрение ко всему, которым ты гордился всюду». В общем, выясняется, что Арбенин его несколько раз обыграл в карты, а неизвестный всю жизнь хотел отомстить Арбенину, и вот он своего добился. Он узнал, что Арбенин убил свою жену, и вот теперь, значит, этот самый неизвестный покарает этого Арбенина. Однако в это время выходит Нина, которая на самом деле не убита. То есть вставлен другой конец, которого нет у Лермонтова, другая история. Получилось, что этот неизвестный во всем виноват, Арбенин всех побеждает, все выяснил, и вот этот гибнущий враг, в финале все гибнет вот этот враг Арбенина, который откуда-то вот явился. Он у Лермонтова есть, но там у Лермонтова, насколько я помню, именно Арбенин проигрывает, и он именно отравил там Нину, и вот этот его карает, а тут наоборот все повернули, что Арбенин выигрывает. Ну, в общем, основные персонажи какие? Романтический Арбенин, развратная это баронесса, феминистка, молодой мерзавец Звездич, откровенный подлец Казарин, Нины по сути нет, Нина просто отыгрывает несчастную любовь. Пространство, два пространства, реальное пространство, в котором драма, и постоянные вот эти мистические флэшбэки, похожие на какие-то сны. Они не из Лермонтова и без текста, занимают треть фильма, плохо понимаемый, к чему там все это. Ну, в целом, они, видимо, так и рассчитаны, что их неоднозначно будут понимать зрители. Они добавляют экспрессии, ну, и, в общем-то, и добавляют попсы, потому что, ну, это дешевый прием, там всякие дешевые образы возникают, не знаю, там дуэли, там всяких там мистических всяких существ, трупов и так далее. Ну, а что тут можно по итогу сказать? Текст, в общем-то, оставили тот же, но в финале полностью сочинили другой текст в стиле Лермонтова. Там в конце есть добавка и абсолютно другой текст в том же абсолютно ритме и стиле, что и весь Маскарад, но придуманный этими ребятами. Ну, стиль Лермонтова довольно пафосный, причем визуально отражен адекватно, то есть в визуальном ряде тоже идет такой вот пафос. Романтику адекватно передали, что это не реализм, это вот какие-то вот такие пафосные сцены с чрезмерной экспрессией. Ну, такое впечатление Лермонтова сам по себе производит. Рок вставки стихотворения Лермонтова неплохи и добавляют общее впечатление такой рваности, чрезмерной экспрессии, непонятность логических связей. Явно логика у всех героев преобладает над разумом, даже у этого романтического Арбенина, который весь мир ненавидит. Тем не менее, чувствуется, что язык и стиль явно устарели, это есть, но в целом вот этот видео ряд попсовый это все перебивает, уже не обращаешь внимания, что язык устаревший. Ну, и социальный аспект интересен. При переносе в наше время, вроде теперь перенесли же в наше время, ну, кто перед нами? Какие-то никчемные, богатые, дурые, дураки, да? Очевидно, что описывается их разложение. Вот живут они в какой-то роскоши и выясняют, кто там кого-то рахнул на балу. Вот социальная суть дворян, как паразитов, выходит наружу, если мы их помещаем в наше время, и они получаются какими-то богатыми, никчемными, какими-то мудаками. Живут там в этих дворцах, где-то на берегах моря, где-то в Сочи там все это происходит. И занимаются какой-то херней. В карты играют, там баб ебут и так далее. И придают этому какой-то вот ужасный смысл, там друг друга убивают за это. Единственное, что конец не лермонтовский, конец какой-то ни о чем. Видимо, они имели в виду, что вот этот безжалостный Арбенин, наоборот, герой нашего времени, или не знаю, ли они думали, что зрителям будет лучше, если Арбенин в итоге выиграет, я не знаю. У меня сочувствие ни один герой не вызывает. Арбенин абсолютно пафосный мудак, как и все прочие в этом фильме. Зачем такой конец сделали, я не знаю, у них спросить надо. Ну вот, вкратце, что можно пройти кино сказать.